Я как реабилитолог, теперь очень интенсивно занимаюсь проблемами реабилитации. Почему? Потому что одна из самых больших проблем, которая назрела, это проблема от иммунитета. В диете существует понятие, как в моде, периодичность смена цикла. Что мне дает бег? Бег дает огромное чувство самоудовлетворения. Есть все равно давным-давно расшифрованная формула. 65% белков, 20% углеводов, 15% жиров. Как ты хочешь, крутись-вертись, смотри свои финансы, смотри свои отношения, но подружись с этой формулой. И оно незаметно само по себе, через два месяца приходит понятие, как уходит 7-9 кг. Иммунитет – это в первую очередь уважительное отношение к самому себе. Добрый день! Рад приветствовать на канале Дергачев Инсайт доктора. А вот доктора, причем по многим направлениям медицины. А Ермак Данияров, да? Ерике, пожалуйста, расскажите, какой вы доктор, с чего и как вообще ваш путь в медицину начался, и к чему вы в результате, к своим 65 годам пришли? В принципе, можно и быстро, можно и долго, но тем не менее, если не в телеграфном стиле, я свою врачебную деятельность начинал в пульмонологии. Далее, с 1982 года, я уже, наверное, перейдя в гастроэнтерологию, был одним из самых молодых гастроэнтерологов, заведующим отделением с 26 лет. И с тех пор полюбил и в душе так и оставил себе, что я все-таки, наверное, гастроэнтеролог, диетолог по прошествии стольких лет. Потом, из 40 лет деятельности до пенсии... Из 40 лет деятельности? Да, врачебной деятельности. Я 36 лет был на руководящих должностях, что теперь не особо хочется вспоминать. Почему? Потому что благодаря судьбе я в 90-м году прошел прекрасные курсы по мануальной терапии и уже 30 лет занимаюсь проблемами позвоночника. На сегодняшний день для меня это очень важно, почему я как реабилитолог теперь очень интенсивно занимаюсь проблемами реабилитации. Почему? Потому что одна из самых больших проблем, которая назрела, это проблема от иммунитета. С марта 2020 года никто теперь не знает покоя. Дело в том, что иммунитет это неосязаемое понятие. Никто его не видел, никто не мог пощупать, но теперь все знают, что такое иммунитет. Вот коротко то, что я в жизни прошел, в своей деятельности. Я считаю, что это достаточно. Сейчас на пенсии, но с удовольствием работаю. Вот, а вы, когда мы общались предварительно, вы рассказали потрясающую вообще историю про ваш подход к диете. Причем такой практически обычный человеческий подход, то есть человека, который может там и с друзьями посидеть. Вот это, вот что, расскажите, что вы потом делаете? Дело в том, что, вы знаете, есть такое понятие, что многие не хотят говорить правду до конца. Многие как бы прячут это. Но я дело в том, что, занимаясь диетологией, настолько проникся в это и изучал все виды диет, с пониманием к ним относился. Но понял одно, что в диете существует понятие, как в моде, периодичность смена цикла. Но при этом у меня есть собственный подход. Я его назвал очень просто, зигзаг диеты. Почему? Потому что в этой жизни, в любом случае, если мы обычные люди, мы все равно попадем к своим друзьям. Мы попадем в обычную ситуацию, где будет нормальное застолье. Поэтому обильная пища, какое-то определенное количество крепких напитков, все это в жизни возможно и никому не воспрещается. Но тогда будьте добры, придерживаться одного принципа. Этот принцип очень простой. Зигзаг диеты называется. Если человек ведет определенный хороший образ жизни, придерживается вот на таком уровне диеты, вот она идет. Ты же в этот вечер вот на такую высоту поднял нарушение диеты. То на следующие сутки, ровно сутки, будь добр, перейди на полностью водную диету, опуская на низкий уровень, 24 часа, около 3 литров воды и возвращайся к исконной позиции. Это и есть зигзаг диеты. Без этого ни один человек не может нормально жить. Почему? Потому что если на следующий день повторять и так далее, и так далее, все это превращается в пиршество души и тела. То есть не просто на следующий день, а на следующие сутки вы, то есть какие-то излишества нехорошие, да, потом вы сутки переходите на водную диету и все. Это и я этого придерживаюсь и многим советую, что это один из главных основополагающих принципов. Если человек не хочет вернуться к исконной позиции, то он себе все больше и больше наживает проблем. Ну то есть он просто разрушает себя. Естественно. Почему? Потому что все везде взаимосвязано. Любой наш орган, он в любом случае сказывается на одном слове, на иммунитете. Почему? Потому что иммунный статус, он вообще все время колеблется. Это точно так же, как артериальное давление. Я не понимаю людей, которые измеряют давление через каждые полчаса. Я их не понимаю. Точно так же иммунный статус, он все время скачет. Но нужно иметь определенные параметры, которые позволяют себя чувствовать комфортно. А любые излишества, они только изменяют в отрицательную сторону. Расскажите, пожалуйста, о вашем подходе к бегу. Потому что бег это, насколько я понимаю, для вас основное, чем вы всю жизнь занимаетесь. Почему вы вообще начали бегать? Вы знаете, я жил и учился в обычной деревне на севере Казахстана. В 10 лет, выходя из школы, я просто-напросто упал и не смог пойти. Оказалось, что у меня серьезное воспаление суставов. И я на 23 дня попал в стационар. Меня вылечили. Я до сих пор этим врачам благодарен. И мне врач сказала, если хочешь, чтобы ты никогда не болел, занимайся бегом. И с 14 лет я чем-то похож на героя из фильма Форрест Гамп. Я бегаю. Причем бегаю очень серьезно. Методично. Сейчас у меня практически 5 раз в неделю по 8-12 километров. Но были периоды, когда я и не бегал. Но почему я вернулся? Можно даже об этом рассказать. Это очень интересно знать, что необходимо вернуться. В 42 года я перенес серьезное заболевание сердца. Я знал, как мои дорогие врачи меня посадят на таблетки. Я их знаю. Я их уважаю за это. Но я, выписавшись, сказал сам себе, а давай снова возвращайся к бегу. Я побежал. И 800 метров ждал, что у меня наступит разрыв миокарда. Я ждал этого. Смотрю, миокард в порядке. Я бегу. И с 99-го года так до сих пор не прерываясь так дальше и продолжая бегать. Что мне дает бег? Бег дает огромное чувство самоудовлетворения. Я всегда в какой-то определенной хорошей форме. Это состояние невозможно передать. Оно выражается, наверное, в том, что я до сих пор стремительно хожу. Я не устаю. Мне однажды одели холтеровский аппарат. Это на сутки проверяется сердечная деятельность, артериальное давление. Врач, когда расшифровал, мне было 57 лет, он говорит, так у вас, говорит, данные молодого человека. Я улыбнулся, потому что я занимаюсь. Я, в принципе, нормально. Вам 65 лет, а вы продолжаете 5 раз в неделю бегать сейчас. Да. Только перерывы делаю из-за того, что я живу в Астане. Там очень сложные погодные условия. Как только наступает зима, я сразу перехожу в бег в тренажерный зал. Все меня знают. Я всегда включаю беговую дорожку. У меня есть определенная скорость от 9 до 12 километров. Ровно час бега. Иногда чередую. Я, допустим, заметил одно. Если ходить на спортивной дорожке, поднять угол на 7,5, а скорость 7,7 поставить, это очень хорошая нагрузка. Вот так и идешь очень быстро. Почти такой же эффект, как бегаешь. Но, тем не менее, я не прерываю и все время занимаюсь. Вы говорите, что модные циклы диет меняются. А что все-таки должно быть в основе разумной диеты для того, чтобы не зависеть от моды? И в чем смысл все-таки, как для вас, как для доктора, в чем смысл диет? Вы знаете, я думаю, что все-таки мы все произошли и живем в мире млекопитающих. Я заметил одну особенность, что в том мире есть два таких существа, но они приятно, они хорошо выглядят. Это слоны и бегемоты. А все остальные млекопитающие поджаристы. У них мускулатура развитая. Только один человек себе позволил безобразно развиваться. Поэтому, я думаю, что к диете нужно относиться с тем понятием, что есть все равно давным-давно расшифрованная формула. 65% белков, 20% углеводов, 15% жиров. Как ты хочешь, крутись-вертись, смотри свои финансы, смотри свои отношения, но подружись с этой формулой. А это легко. Просто надо знать, что такое белки, что такое углеводы и что такое жиры. Ведь никто не понимает, что наливая на сковородку подсолнечное масло, практически уже на всю семью обеспечивают эти 15%. А у нас после этого обязательно сядут, на хлеб масло сливочное намажут. Правильно же, да? То есть переизбытки идут. Поэтому, что такое разумность? Я очень уважаю все виды диет. Я с пониманием отношусь, вчитываюсь. И все-таки заметил одну особенность. Лучше всего в головном мозгу поставить такое понятие разумность. Будь ты разумный к этому. Никогда не нарушай грубо диету. Самый главный принцип, не переедай ты. Ведь не зря говорят, 15 минут поговори, чуть-чуть остановись и сразу наступит насыщение желудка. У нас совсем другой принцип. Пока до верху не наедятся, не успокаиваются. Поэтому в разумности подходе я всегда говорю так. А давайте все-таки перейдем именно на разумную диету. Что это означает в моем понимании? Это обязательно принять такое правило для себя. То, что я сам соблюдаю. Раз в неделю соблюдать 36-часовую водную диету. Ее очень легко делать. Расчет берешь, допустим, в субботу вечер. С 19 часов прекращаешь принимать пищу. Заранее приготовляешь 3 литра жидкости. Туда обязательно добавляешь на каждый литр по полу лимонного сока. Все приготовил и переходишь. Наступает воскресенье утро, ты начинаешь пить воду. Все время только пьешь воду и на пищу уже не смотришь, ни с отвращением, ни с желанием. Ты ее просто не замечаешь. В понедельник в 6 утра просыпаешься, 3 литра уже ушли в запас. И ты встаешь злой кушать хочешь. Нет, только возьми овощи, разрежь слегка, если хочешь, посыпь солью. А если лучше, вообще без соли. Съел, запил легким чаем и иди на работу. В обед в понедельник все в половинном объеме кушаешь. Все, что раньше привык. И вечером легкий ужин. И вот в это понятие, если раз в неделю привыкаешь, привык, после этого делаешь еженедельным. То есть каждый месяц 4 или 5 раз делаешь. И оно незаметно само по себе. Через 2 месяца приходит понятие, как уходит 7-9 килограммов. Они просто уходят. Не надо смотреть, не надо наблюдать. Почему? Потому что многие считают, что в диете важно это, как уходит килограмма. А важно другое, как приходит здоровье. Вот поэтому я всегда говорю, что давайте лучше подходить разумно. И все. Это не требует финансов. Это требует только самодисциплины и отношения к самому себе. Есть же такая штука, как образ жизни. Есть национальная кухня. Есть привычки. Есть привычки ходить в гости. Есть привычки ходить на то и. То есть как это согласовать? Скажем, это давление социальное, которое у нас даже несмотря на коронавирус, социальные привычки у нас мало изменились в Казахстане. Как это людям согласовать с тем, что вы говорите? Вы знаете, первое, я долго понимал, что все-таки раньше в гастроэнтерологии это не освещалось. Стало освещаться только к концу 90-х годов. Мы понимали, что существует такой подход. На сегодняшний день уже это определено. Генная диета. Что означает генная диета? Это нужно с уважением относиться к диете каждой нации. Она не зря пришла. Она не зря такая есть. И в этом понимании есть несколько стран, можно брать. Гавайские острова, где было королевство, они присоединились штатам к Соединенным Штатам. Правильно же, да? И что произошло? У них полностью перемена питания произошла. Сейчас Гавайи на одном из первых мест по ожирению и смертностью от ожирения. Моя нация, я сам казах по национальности, всегда любит упирать, что мы любим наше мясо. Да ради бога, я не против этого. Это генная диета. Точно так же, как борщ для украинцев. Но тогда нужно вспомнить одно. Пока не пришла мука. Это была наша диета. Как только пришла мука, появилось тесто. Значит, отношение к генной диете уже изменилось. Поэтому, я считаю, в этом отношении каждый человек должен понимать, что нельзя переедать. Нужно быть просто ко всему в еде, относиться, ну, знаете как, с удивлением спокойно. Вот удивляйся и быть спокойным. Вот тогда все будет хорошо. Вот так у меня отношение к генной диете и к традициям. Скажите, пожалуйста, иммунитет. А сегодня иммунитет это то, что выходит, вот вообще говоря, на первое место. То есть, все говорят об иммунитете. Вот иммунитет это что-то, что, к чему можно вообще говоря, вот, что можно воспитать, да, отношение к иммунитету как к ценности. Да, или это все-таки то, что необходимо просто не растратить. Знаете как? Ведь все-таки иммунитет это неосязаемое понятие. Оно то, что уже внутри человека. Первые капли иммунитета мы приобретаем с молоком мама. Молозиво дает нескончаемое количество лейкоцитов. Лейкоциты это и есть начало иммунитета. Иммунный статус, всегда мы говорим, его нужно сохранить. Его или нужно увеличивать. Или же бороться. А в то же время, вот уже как мантра всегда, бегайте, двигайтесь, занимайтесь гимнастикой, да. А на самом деле, или говорят иногда, ведите здоровый образ жизни. Ну что это значит? Ну конкретно, скажите просто, чтобы человек понял. Дело в том, что все понимают, что движение каким-то образом увеличивает иммунитет. А каким образом? Дело в том, что как сам человек ленивый, так у него все в организме ленивое. Все точно так же любит отдыхать. Так вот, неотъемлемой частью иммунитета являются фагоциты, клетки поглотителей. Все то, что приходит в вражеский наш организм. Они точно так же любят валяться и отдыхать. Они не работают, пока нет необходимости. И всегда располагаются в отлогих местах. Когда они начинают шевелиться? Когда ты занимаешься гимнастикой? Когда ты двигаешься? Когда ты активный? И тогда иммунитет поддерживается. Тогда и нарастает иммунитет. И точно так же во всем этом отношении иммунитет – это в первую очередь уважительное отношение к самому себе. Почему я так говорю? Я вот ни к ваксерам, ни к антиваксерам. Казалось бы, не должен иметь отношения. Но я как врач всегда спокойно объясняю. Мне 65 лет. Я оценил свой статус. Я переболел ковидом в 2020 году. В довольно тяжелой форме. Но я спокойно прошел вакцинацию. Почему? Потому что это необходимая данность, которая должна быть. И если человек не думает о самом себе, если он не заботится о самом себе, то иммунитет никогда не будет нарастать, он не будет соответствовать тем цифрам, которые защищают его. Как бы у меня такое понятие. Спасибо. Мы встречались с доктором Алией Багдаулетовой. И она говорила о медицинском текстиле. То есть она говорила о том, что сейчас приходят новые формы, которые помогают человеку на самом деле поддерживать себя. Даже тогда, когда у него нет для этого особенного времени. А насколько для вас интересны аппаратные методы поддержания, в том числе поддержания иммунитета? То есть когда уже есть приборы, которые помогают это делать. То есть как вы к этому относитесь? Ну, наверное, многие врачи меня поймут. Дело в том, что занимаясь многими видами патологии, занимаясь реабилитацией, но мне было очень тяжело получить доступ к физиотерапии. Потому что необходимо было проучиться 6,5 месяцев. И своей обычной жизни 6,5 месяцев отдать на учебу – это очень тяжело. Но в 2020 году я прошел прекрасную систему обучения за 4 месяца, приобретя еще одну специальность реабилитолога, куда входит непосредственно физиотерапия. Я теперь имею нормальное, спокойное отношение к физиотерапии. И вот когда я ознакомился с продукцией Леомакс Интернешнл, что мне было интересно в первую очередь? То, что для меня даже, как для врача, было приятно осознать, что у них появился новый вид аппарата. Что он в себя заключает? Я, будучи главным врачом одного из таких очень прекрасных санаторий в Боровом, с такой гордостью назначал магнитотерапию людям, нашим гостям, как вид, основной вид терапии. Но этот аппарат, он очень громоздкий. 2 метра 40 сантиметров, высотой метр 20. Там все установлено. Тут отрицательный магнит, здесь положительный магнит. Все это поле создается сюда. На сегодняшний день Леомакс Ньютек – это же как сотовый телефон. От тех огромных размеров уйти к этому виду оборудования. Это огромный шаг именно в физиотерапии. И именно в физиотерапевтическом оборудовании. Динамичность, эргономичность, легкость в обращении, возможность принимать множество программ. И все при этом дает очень значительный эффект. Это действительно физиотерапия в действии, в жизни. И оно для каждого человека. И это мне очень импонирует, как специалиста, который занимается и в частности физиотерапией. Какой эффект? О каком эффекте вы говорите, когда вы говорите, что это дает значительный эффект? Там три вида эффекта. Этот аппарат позволяет увеличивать насыщение кислородом в организме, затем увеличивает воздействие светотерапии и эффект от магнитотерапии. Весь механизм, как каждый вид действует, это, я думаю, что не так, чтобы я в этой передаче весь механизм действия расписывал. Просто я знаю, что это очень полезно при многих видах заболеваний. И если это приносит именно тот вид терапии, который позволяет или значительно уменьшить, или практически убрать многие моменты, то почему это не заслуживает внимания, чтобы каждый человек понял, наконец-то есть то, что каждому человеку повернуло с лицом. Вот возьми, и вот ты занимайся этим, и уменьшай, или вообще убирай все воспалительные или же другие какие-то явления. Это можно на любых примерах рассказать. Я лично все опробировал на себе. Мне самому нравится, допустим, самому нравится, это явление, когда стресс снимается. Это неописуемое состояние. Оно действительно существует. Это очень приятно осознавать, да? Я каждым разговариваю гостям, я спрашиваю эффект. Что очень приятно? Когда люди находятся под воздействием этого аппарата, что мне самому приятно? Они могут заснуть на час, допустим, да? Многие же знают, что днем заснул, не уснешь ночью. Он не влияет на ритм сна. Он, наоборот, помогает еще лучше войти в ритм сна к ночи. То есть это вообще в этом отношении эффект очень-очень значительный. Ирики, получается, вы говорите о том, что мы сами по своей природе ленивые, да? Даже фагоциты у нас и то ленивые, да? То есть это в какой-то мере, то, о чем вы говорите, это, скажем так, для нас, для ленивых людей, возможность получить что-то, ну, то есть оздоровление без особенного напряжения. Наверное, все-таки не все будут бегать с 14 лет до 65, как вы, да? То есть какое-то все-таки оздоровление необходимо всем. То есть я правильно понимаю, что это в какой-то мере еще подстегивает оздоровление человека? Вы знаете, я считаю, что на сегодняшний день в этом отношении нужно правильно понять, почему все время рекомендуют ту же гимнастику. Тогда не выходишь же из дома, не выбегаешь, не смотрят, идет ли дождик, падает ли снег. Это твоя квартира, это твоя территория. И вот в этом отношении, опять же, просмотрев множество видов гимнастики, я понял, что я обычный средний человек. Значит, что нужно сделать? Эта гимнастика должна быть адаптированная для нормального человека. Без чрезмерной гибкости, ну, про IQ я молчу. А просто нужно получить удовольствие. И вот тогда я для себя сделал, можно сказать, что это я создал, свою систему гимнастики. Я ее назвал ВЭК, волевая экстензионная гимнастика. Если волевую часть назвать как по-медицински, многие не поймут, она называется идеомоторная. Поэтому волевая. Экстензионная, потому что в силу действия на нас, закона всемирного тяготения, мы больше все равно делаем в своей жизни флексионных, то есть сгибательных движений. А разгибание очень необходимо, потому что, как я сказал... Экстензионный это разгибатель. Разгибатель, флексио-сгибание, экстензио-разгибание. И вот представьте себе, почему артрозы развиваются, почему артрозы-артриты со временем развиваются. А потому что экстензии отсутствует. Как прекрасно кошка выгибается. Она все делает как положено. Человек этого не делает. Ему и так хорошо в жизни. И поэтому волевая экстензионная гимнастика позволяет полностью иммунный статус уже с утра приготовить так, как положено. У меня 25 упражнений стоя, 17 минут делаю. 11 упражнений лежа, около 8 минут делаю. Но через полчаса абсолютно полная готовность к любым неприятностям в этой жизни. Я серьезно говорю это. Потому что, что стоит это сделать? И поэтому я всегда говорю, кто хочет, давайте будем заниматься. Я обучаю этому виду гимнастики. Я людям показываю эту гимнастику. Я ее никогда в жизни не регистрирую. Я вообще не рассчитываю на то, что это я сделал. Мне это не нужно. Мне главное, чтобы люди поняли, что этим можно заниматься. Допустим, когда я показываю одно упражнение волевое на плечевой сустав, они никогда в жизни не ожидают, что это можно делать. Если бы в параметрах нашей вот такой, да, вот, можно было показать. Я бы одно такое упражнение показал бы, да. Вы бы поняли, какой эффект именно от одного волевого упражнения на плечевой сустав. Когда я людям показываю, они все в изумлении, что не ожидали, что такой эффект может быть. А вы сейчас сидя можете показать или нет? В принципе, можно. Да? Только покажу, но это стоя делается. Выполнить одно такое волевое упражнение необходимо руки поднять под углом 90 градусов. Видите, мы подняли. После этого мы мысленно представляем, как две лошади на канатах ваши руки вытягивают в обе стороны. Вы должны мысленно представить, как они тягивают. На самом деле, тогда более 10. Вот видите, как у меня сразу поднимается. Вот, тянутся. Вот. Углы лопаток поднимаются. Плечевой сустав сразу же выходит. До 5 сантиметров. Но при этом нужно медленно опустить. Постояли, подняли, еще раз нас вытягивают. Вот вытягивают. Мы должны всегда знать, что они тянут. Тянут, мы терпим, но они тянут. Мы снова медленно отпускаем. 20 раз попробуйте, сделайте, и вы поймете, что одно упражнение дает человеку. Сколько калорий уходит, какой объем новых движений появляется. И самое главное, я действительно так говорю, иммунный статус сразу меняется резко в положительную сторону. Вот, казалось бы, необычно то упражнение. Тогда придется еще и пиджак снять, чтобы было видно. Вот смотрите. О законе всемирного тяготения говорили. И мы говорим. Локтевой сустав все время работает флексионом. Вот он работает, работает. Он устает от этого движения. Но у нас есть одно движение, экстензионное. Мы его не используем. Тогда что нужно делать? Плечевой сустав, плечевая кость плотно прижимается к телу. И в этом отношении мы свободно опускаем руку. Здесь наступает то состояние, которое называется дальше движение. Но волей мы включаем движение, когда волей мы сразу же экстензию плотно прижаты в локтевом суставе вниз, в дальнюю сторону. Сразу же здесь наступает болезнь состояния. Почему? Да потому что этого движения в жизни не было. Мы опять возвращаем и снова делаем. Почему плечевая кость должна быть строго фиксирована? В это время максимально работает локтевый сустав. И сразу же, видите, как напряжение происходит? Вы сразу сами чувствуете, да? Все происходит. Разработка локтевого сустава волевым движением. И вот таких волевых упражнений, оно достаточное количество. Продолжение следует... Продолжение следует...